Дикая природа. Удивительный мир, в котором каждый неосторожный шаг может стать последним. Тысячи коварных охотников только и ждут, когда потенциальная добыча сделает неверный шаг. И нет от них спасения ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. Вот о таких случаях мы сегодня и поговорим. Вы на канале Знай ТВ, и это 10 случаев удивительной охоты хищников. Я постарался собрать только тех героев, про которых на канале еще не было роликов. Поэтому вы знаете, что делать, если хотите увидеть кого-нибудь из них на обзоре. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Африка. Это континент, который буквально напичкан враждующими между собой группировками. Тут правят львы. Тут гиены. А тут бегемоты. Эх, не сладко приходится там травоядным. Даже пободаться спокойно не дадут. Только посмотрите, откуда ни возьмись, появляется леопард и хватает в прыжке ничего не понимающую антилопу. И прыгает этот охотник очень неплохо, делая максимально эффектным каждое свое нападение. По всей видимости, он тренировался у самого каракала. Но сейчас не об этом. И даже не о том, что вторая импала быстренько убежала с места охоты, а о гиенах. Ведь эти наглецы частенько могут испортить даже самую красивую охоту. Этот леопард достаточно молод, а значит, его можно прогнать. И кошке ничего не остается делать, как ходить рядом с захватчиком. Правда, в какой-то момент гиена отвлеклась, и леопард подобрался к останкам туши. Будем надеяться, он затащил эти косточки на дерево. А прежде чем продолжим, хочу порекомендовать спонсора данного видео. Игру Raid Shadow Legends. Масштабную пошаговую онлайн-стратегию с миллионами игроков по всему миру. К вашим услугам более 500 героев из 16 фракций и уникальные артефакты, которыми можно сделать свою команду поистине непобедимой. Прокачивайте своих героев, добавляйте новые способности, чтобы потом отправиться в подземелье и сразиться против коварных боссов, поднимая свой уровень. Или проверьте силу своего клана на арене в сражении с реальными игроками. Игра настолько крутая, что количество игроков уже превысило 76 миллионов человек, а пользователи наиграли более 12 миллиардов часов. Только вдумайтесь в эти цифры. В Raid только что случился релиз потрясающих новых функций для кланов. Вас ждут новые квесты, преимущество для каждого, кто просто состоит в клане. А также совершенно новый магазин для кланов, который дает вам доступ к некоторым невероятно мощным предметам. В этом месяце также есть новые чемпионы, которых можно собрать из частиц, полученных в Роковой башне. Качайте Raid прямо сейчас по QR-коду или по моим ссылкам в описании и получите целых 5 бонусов. Вас ждет один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колба пополнения энергии, а также крутой герой Чинора в качестве бонуса. Но поторопитесь, ведь бонус доступен только следующие 30 дней. Помогите мне собрать 800 инсталлов. Увидимся в игре. Но в Африке есть более крупная кошка, которая имеет весомое преимущество перед остальными. Это охота в команде. Львиный прайд может позволить себе нападать на очень крупные цели. Даже буйволы и бегемоты могут пасть под их натиском. Но вот что делает лев, если он один? Нападать на крупных животных себе дороже. Более мелких сложно догнать, поэтому он начинает копать. И копает он совсем не могилу для себя. Дело в том, что под землей прячутся большие и вкусные бородавочники. И это очень хорошая цель для одинокого охотника. Такое копание может занять не один час, но кабану деться некуда. И лев знает это. В награду уставший и искудалый лев получает свой заслуженный трофей. И теперь его никто не отнимет. В Африке существует еще один коварный охотник, который остается невидимым до самого момента атаки. И он не считается ни с кем из своих соседей. Эта рептилия с удовольствием охотится на всех, кто подойдет к воде. Всего доля секунды, и этот гепард оказался в пасти крокодила. И сделать с такой машиной он не сможет ничего. Хотя гепарда подвела его беспечность. Посмотрите, еще в самом начале у водопоя он начал шипеть, заметив крокодила. Но, наверное, он подумал, что хищник не станет атаковать другого хищника. И очень зря. А крокодилам вообще все равно на кого охотиться. Даже львы, переплывающие в водоем, могут стать объектом атаки зеленого монстра. Посмотрите, как быстро он плывет к нарушителям границ и без раздумий нападает на них. Причем второй лев бросается на помощь первому, нападая на крокодила. А первый, развернувшись, уплывает назад. Но со вторым львом тоже все хорошо. Вот он забирается в камыши. Правда, такие заплывы, конечно, очень рискованные даже для царя зверей. А вот на суше расклад сил может поменяться. Но и там рептилия пасовать не будет. На других континентах тоже есть крутые охотники. Например, в этом суровом крае с пронизывающими ветрами обитает белый медведь. И это крайне опасный хищник. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, он очень быстро передвигается. Отлично плавает, в том числе и под водой. Ведь иначе добыть никого и не получится. Основная цель полярного медведя – тюлени, которые вылезают на лед, чтобы отдохнуть. Он постоянно бродит по льдинам и при помощи чуткого обоняния отыскивает потенциальную добычу. Цель обнаружена. И медведь начинает незаметно подплывать к ней. Он обходит льдину с подветренной стороны, чтобы не выдать себя. Всего несколько метров отделяют охотника от добычи. Бросок! Но тюлень успевает среагировать и быстро ныряет под воду. Это невероятно! Но медведь выныривает из воды с добычей. Он догнал тюленя в его родной стихии под водой. А чтобы вы понимали, насколько это сложно, то вот вам еще одно видео. Этот медведь тоже планирует нападение и подплывает сзади к тюленю. Но этот медведь решил пойти на хитрость. Он выныривает прямо перед носом тюленя. Но тот все же оказывается в воде. И в этот раз медведь остается голодным. Голодным и мокрым. Раз уж речь зашла про подводную охоту, то мало кто сможет противостоять львам. Морским львам. Эти ушастые тюлени научились работать сообща, увеличивая свою результативность. Они отплывают на глубину, а затем ровным строем начинают свое движение к берегу. И всю рыбу на своем пути морские львы собирают в один большой косяк, который команда загоняет на мелководье. А затем охотникам остается только подобрать рыбку с берега. Правда, тут у них появляются конкуренты. Но за одну такую охоту каждый тюлень съедает до десяти рыбин. Да и пеликаны голодными не остаются. А это краб. Ну, самый обычный такой краб. И его судьбе не позавидуешь. Ведь он почему-то нравится абсолютно всем. Особенно осьминогам. И они идут на все, чтобы поймать его. Даже если краб будет достаточно большой, это не значит, что осьминог не съест его. Чтобы спастись от вездесущих осьминогов, крабы выползают на сушу. Но эти моллюски готовы идти за едой куда угодно. Осьминоги способны вылезать на берег и переходить из одной лужицы в другую, чтобы там охотиться на крабов. Но даже на берегу крабы не могут быть в безопасности. Посмотрите, как быстро осьминог выпрыгивает из воды и хватает краба в свои объятия. Ну, а после он медленно, но верно уносит свою добычу под воду. Правда, не только осьминог на это способен. Это гиноторекс. Удивительная мурена, которая умеет выползать на сушу. Пока ее жабры влажные, она способна находиться на суше и за это время она может уползти далеко от океана. Мурена выпрыгивает из воды и хватает ничего не подозревающего краба на камнях. Вот уж точно неожиданная встреча. Правда, далеко не каждая атака гиноторекса заканчивается удачно, но она не становится от этого менее эффектной. Если вы думаете, что в воздухе все спокойнее, то вы очень ошибаетесь. Эта небольшая птичка размером чуть крупнее вороны носит гордое имя Сапсан. И как только он видит цель, то делает так. Сокол взлетает высоко в небо и, сложив крылья, камнем пикирует вниз. В таком падении он разгоняется свыше 300 км в час и, выходя из пикирования, бьет добычу острыми когтями. Посмотрите, как быстро все произошло. Эта утка даже не поняла, кто на нее напал. А Сапсан уже через несколько секунд приземлился рядом со своей добычей. И он по размеру ничуть не больше утки. Но эта птица способна за себя постоять и с более крупными противниками. Например, этот краснохвостый ястреб летает рядом с гнездом Сапсана. А это очень опасно, поэтому сокол решает действовать. Он набирает скорость и атакует ястреба сверху. Да так, что птица на время теряет сознание и падает вниз. И хотя краснохвостый ястреб выжил, он точно запомнит, где летать не стоит. Вот такой удивительной бывает охота хищников на свою добычу. А я надеюсь, вам понравился этот ролик. Тогда не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, кого из героев вы хотите увидеть на обзоре следующем. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok